В Люберцах завершились соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах. Первенство и Кубок России по этому виду спорта в городском округе проходит второй раз. В Токаревском лесопарке собрались участники из разных городов России. Тему продолжит наш корреспондент. Перед стартом участник получает карту, где обозначена каждая контрольная точка. Ориентируясь по компасу и знаком, велосипедисты должны отметиться на всех пунктах с помощью электронного чипа. Так судьи фиксируют время участника за весь маршрут. Главная задача спортсменов в спортивном ориентировании – это как можно быстрее и в заданном порядке найти контрольные пункты. Мы, соответственно, проверяем правильность прохождения дистанции, а они получают распечатку, в которой до секунд каждый перегон расписан. И сразу на финише у него уже есть готовый результат, по сплетам расписан каждый перегон. При выборе карты учитывают возраст, пол и уровень подготовки спортсмена. Протяженность маршрутов разная – от 6 до 15 километров. В турнире участвовали велосипедисты из 18 регионов России. Арина Архипова из Владимирской области соревновалась в номинации «Девушки до 15 лет». Преодолев дистанцию 6 километров за 18 минут, стала победителем в этой категории. Мне, честно, очень сегодняшний день понравился. Карта была интересная и можно было получить удовольствие от дистанции. Были разгонные отрезки дистанции и были места, где нужно было сориентироваться, сконцентрироваться, подумать. Я очень рада, что у меня сегодня получилось ориентирование и получилось все-таки занять почетное место. Спортивное ориентирование требует от участников не только физической выносливости, но и умения быстро и точно ориентироваться на местности. В категории юниоры до 21 года лидером среди девушек стала Дарья Топорова. За ее плечами уже множество соревнований и наград. И сегодня в копилке побед прибавилась еще одна. Мне очень нравится, что у нас каждый раз соревнования в новых местах, каждый раз какие-то интересные новые карты, новые дистанции. В общем, люблю вот эту вот смену картинки, новую местность, новые всегда интересные впечатления есть. Первенство и Кубок России по спортивному ориентированию на велосипедах в городском округе проходили три дня. Всего в соревнованиях приняли участие 279 спортсменов. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.